Ну хорошо, я отвечу на вопрос, зачем не жрать пчелу, у которой такая большая потеря. Ответ простой. Это ваш приоритет. Если вам важно производить мед, конечно же, вам такая пчела не нужна. Вам такой расход не нужен. Вы должны находить методы, чтобы пчелы терять. Если же вам важно производить отбор, селекцию, то с этим проблем нет. Наоборот, я хочу, так сказать, персонально, для меня без проблем, если у меня половина пчелы отходит зимой, мне эти пчелы не нужны. Мне важнее пчелы, которые остались. По-моему, с этим все просто. У всех свои приоритеты. Кому мед, кому мата, кому какой-то научный проект. У всех свои приоритеты. Вот. Такой простой ответ. Теперь вернемся к дальневосточным пчелам. Владимир, я вам послал, кстати, поимел 2-3 ссылки на YouTube, потом посмотрите у себя. Это товарищ, наш коллега из Подмосковья. Он как раз занимается дальневосточным пчелами. Поэтому можете вы повесить по своим видам. Он там хорошо говорит на эту тему тоже. Так вот. Что касается этих русских пчел в Америке опять. Про то, что они очищаются... Я буквально тут просмотрел цифры. В общем, они очищаются от клеща внешнего себя. Во-первых. Во-вторых, они также очищают свой расплод. И вопрос был от Владимира. Ну и что? Клещ же перескочит, взять ячейку и ячейку. Ответ простой. Этим самым нарушается нормальный процесс размножения клеща. То есть, жизнь клеща, самки клеща, он ограниченный. Она тоже не живет бесконечно. Если ей не дать нормально размножиться, раз, второй, третий, в конце концов она просто погибнет. Не остается после себя потомство, понимаете? И таким образом, если бы клещ не размножался экспоненциально, так что он наращивает свою максимальную популяцию консулета и таким образом наносит уже ущерб, то проблемы, в принципе, бы не было. Если, например, процент клеща на 300 пчел, 1-2 процента, это неспертельный процент. 3-4 процента, это неспертельный процент. Пчела может с таким процентом клеща нормально существовать. Да, это есть некоторый урон, но это не смертельно. Так вот, суть этой, так называемой, русской пчелы, наблюдения в американских условиях, что она умудряется удерживать процент клеща своими какими-то путями довольно на минимальном уровне. Окей? Она не убивает вообще клеща, это невозможно. Вот, такой вот поинт. Каким образом тенденция пчелы вычищать поврежденный расплод и каким образом нарушать размножение клеща нормальное, это один из механизмов, который не дает клещу популяции клеща расти и давит его в лист. Поэтому это важно. Ну, в-третьих, да, конечно же, тенденция, опять же, это приморско-русской пчелы иметь длинный, безрасходный период в зиму. Это очень большой фактор, например, у нас, в моих условиях. А 3-4 месяца безрасхода – это хорошо. Потому что итальянская пчела в наших же условиях люди жалуются, что нередко она вообще не прекращает иметь расплод. Особенно, когда пчела залезены из южных регионов, каких-то там своих южных, не знаю, кровей, они практически всю зиму сидят на расплоде. Ну, я умолчу о том, что они едят кучу меда, и им приходится поддержать большую популяцию. Ну, соответственно, конечно же, это делать борьбу с клещом практически нереально, потому что эти пчелы по своей биологии просто – они генераторы клеща. Соответственно, пчелы более южных, более северных популяций, как, ну, карника, например, среднерусские, ну, в нашем случае, вот, дальневосточные пчелы, их тенденциями безрасходный период – это большой фактор тоже. Поэтому, как я сказал, это пчелы не панацея, но в целом они позволяют уменьшить в наших тяжелых условиях обработки вдвое-втрое. А в более благоприятных условиях, когда у вас, например, пасека, когда вы на самом деле далеко живете, и у вас нет кучи соседей, и нет ситуации, когда постоянно тут шмыряют кочующие, кочующие пчеловоды. А в Америке, заметим, кочевка – это большой бизнес, это огромный бизнес, и это очень вредный бизнес с точки зрения клеща. Так вот, если вам условия позволяют находиться в хорошей изоляции, то, возможно, вы можете обходиться реально без какой-то технической обработки при, может быть, 2-3-4 года и больше. Соответственно, вы можете, так сказать, провести максимальные обработки изначально и потом держаться на полу какое-то время. А это большой плюс. Потому что любая обработка – это, на самом деле, честно говоря, это удар по пчели тоже. Это не есть хорошо. Вот. Ну, пока сделаю пазу. Хорошо. Я, с вашего позволения, вы говорите, породы… Ну, да, от безрасплодного периода, конечно, многое зависит. У меня, например, любая порода, хоть южная, хоть северная, 7-8 месяцев находится без расплода, потому что в изоляторах матки. А насчет обработки, всего-навсего один-единственный препарат под клеща – щавелевая кислота. Одна-две обработки весной и одна-две обработки осенью. Не осенью, а в конце лета, когда расплода уже нет. Ну, и зоотехнический метод, конечно же, строительная рамка. Так, вмешался я. Кто-то, может, хочет задать вопрос какой. Пожалуйста, слушаем. Здравствуйте, Сергей, Италия. Я хочу сказать, что в Европе тоже, мы уже давно поняли, бороться с клещом химии уже невозможно. И, скажем так, в этом году было запущено 300 линий, в этом сезоне 300 линий, которые резистентны к ВРО, так званой VSH. Что-то было задействовано 152 пчеловода. Я перевожу, извиняюсь. И было задействовано 183 места на территории Италии. Это, чтобы вы понимали, это 6197 семей. И вот, скажем так, также пытаются вывести к этой линии породы, которые сами будут решать проблемы с клещом. Вот. А за себя скажу, когда я спускаю пчел с Альпийских гор и развожу их на стационар, то вот часть пасеки оставляю в горах, а часть пасеки я опускаю на равнину. И, конечно, обработка против клеща указывает, что на равнине клеща в 3 раза больше, чем в горах, в лесу. То есть я это связываю с количеством пасеки, пчеловодов и пчелосемей, которые окружают мою пасеку. То есть это может быть, скажем так, ошибочные данные при подсчете клеща. То есть это тоже могу сказать, что у меня, скажем так, пасека, которая находится в горах, имеет меньше клеща, потому что она VSH, то есть резисентная против клеща. То есть я хочу указать, что позиция очень много, очень много, скажем так, меняет показания при подсчете клеща, которое имеет семья. Сергей, вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, вот такие обширные эксперименты ведутся по выявлению пород резистентных клещу. А по чем, по каким способностям определяется эта резистентность? Вот как она, в чем выражается? Меньше матки откладывают яиц? Меньший раскладный период? Или что за основу берется? Что хотят выяснить и выявить в этих экспериментах? Какое, где изюминка у пчел в поведении маток, в поведении самих взрослых особей? На что делается акцент в определении, в монитор какой? Что может быть стержнем такой резистентности? Над чем работают исследователи? Значит, просто взяли 300 линий, так званых, которые резистентные противороя, и их разместили по территории Италии. То есть 183 позиции. И просто смотрят, как они в сравнении с другими пчелами, как они себя ведут. То есть это очень большое количество, 6 тысяч семей. 6197 семей. Они просто сравнивают, как они себя ведут в этой линии пчел, так званые, которые выведены и говорится, что они резистентные. То есть в этом году сделали очень большой эксперимент и сравнивали на фоне других пчел. Вот примерно так. Владимир Егорыч, можно добавить про дальневосточную пчелу, Олег? Ну конечно, мы все во внимании. Владимир Егорыч, я долго наблюдаю за Сергеем Гопко, который живет на, значит, в Приморье, Западная Сибирь. Он занимается, у него 500+, на Ютубе, я за ним давно уже наблюдаю, 500+, называется, и он занимается дальневосточной пчелой. Ну, как он говорит, мы ее просто сами по себе называем дальневосточной пчелой. Он профессиональный пчеловод, 40 лет занимается пчелами, и он говорит, и каждый год мы закупаем 20-30 семей по всем округам здесь, значит, других пчел, и ведем каждую весну, значит, отбираем пчел себе, смотрим на сколько после зимы осталось меда, значит, сколько было подмора, и как матки сеют, чтобы хорошо сеяли на мед, он особенно внимания не уделяет. Вот так мы, говорит, себе выбираем дальневосточную пчелу. Спасибо. Ну, это, в принципе, и моя философия селекции. Я тоже на своей пасеке провожу любительскую селекцию, и отбор делаю, вернее, племенное ядро аборигенное, выбираю как раз по таким показателям. хорошая зимовка и склонность к болезням. Абсолютно не интересует меня медопродуктивность, потому что медопродуктивность я сделаю количеством. Количеством сделаю. Пускай у меня две семьи сделают такое количество меда, как одна какая-то породистая, но они уверенно перезимуют, и я не буду знать, что такое проблема с болезнями. Ну, логика железная, почему бы и нет. Владимир Егорович, Владимир, Тамбовская область. Вот у меня пчелы начинали зимовать совсем без утепления. Когда мороз по ночам увеличился до 10 градусов и больше, я положил сверху холстик на рамки, оставив проходы у задней стенки и у передней стенки по 3-4 сантиметра. Сегодня я заглянул в улье и увидел, что все стенки покрыты инеем. Может быть их совсем убрать оттуда? Вы никогда не делаете все одинаково. Обязательно какое-то разнообразие вносите, если эксперименты вы проводите, потому что только в этих наблюдениях придете к истине по вашей местности. Мне интересно было, вот когда морозы были до 10, вы холстик не ложили. А после того, как положили вы холстик, вы думаете, у вас в улье стало теплее? Я не знаю, там стал теплее или холоднее, но после того, как положил холстик, стенки ульи покрылись инеем. Вот это меня уже напрягло. Как по мне, так кажется, что вот этот холстик, то, что вы положили, вы просто ухудшили воздухообмен в ульке. Но ульку вы пчелам утеплее не сделали. Пчелы не обогревают же ульку, они греют сам клуб и себя обогревают. Мне кажется, вы сделали только хуже. Но это мое мнение, я могу и ошибаться. Но то, что там появился иний, это тоже не так страшно. Влажность в воздухе там все равно сухо. Там иний, а не вода. Главное, чтобы потом, когда будет потепление, этот иний, чтобы растаял и чтобы он быстро оттуда вышел, влажность не поднял. Влажность в ульке долго не держалась. Вот в чем проблема. А так-то он иний как таковой, он в чем-то не мешает. Все равно там воздух сухой вокруг клуба и в клубе тоже. Спасибо. Добрый день, пчеловоды. Это Игорь в Германии. Я бы хотел поделиться тоже информацией по поводу толерантных пчел. Здесь, в Германии, несколько лет назад привезли из Приморья маточек. но сделали очень плохие выводы из этого и отставили разработку. В Германии существует так называемое общество по выращиванию толерантных пчел. Что они делают? Как и Виталий, я слышал, Сергей сказал, они раздают маточек многим пчеловодам, более тысячи и больше. И основная критерия смотрят, какие выжили в течение трех лет, скажем, или другой какой-то период. И вот с этих маточек снова начинают размножать пчел дальше. Что же они установили? Ну, как мы уже слышали, установили, что имеются такие пчелы, те пчелы, которые дольше всего живут, они имеют так называемых грызунов. То есть в подморе снизу находили клещей, которые были погрызаны. Это первое. Второе. Так называемое зензитиве гигиена. Это означает, что пчелы имеют такую способность определить, в какой ячейке личинка заражена клещом, они ее вскрывают, вытаскивают или поедают или просто бросают ее на пол. И еще одно установили, один механизм. Так называемый рекаппинг. Это означает, что пчелы просто открыт, по какой причине неизвестно, но они открывают ячейку. Открывают эту ячейку, а потом снова ее закрывают. к чему это приводит? Это приводит к тому, что матка задерживается с откладкой яиц до трех дней. Это означает, что она производит потомство, которое не вызревает в ячейке. Матка снова выходит из ячейки, заходит в другую ячейку, но с ней не выходят ее дочери. В этом имеется и особенность. Также они сделали один опыт с пчелами, завезли их на один из островов Хорватии. Более 140 семей. Ну, они просуществовали три года, на четвертый год осталась одна семья. Ну, и решили, что лучше делать в более массовом масштабе, то есть раздавать этих пчел пчеловодом. Вот пока есть такие замечания. Шикарная информация, спасибо большое вам. Ну, созвучно с Грегом. Значит, тема гуляет по земному шару с этими экспериментами в поисках толерантных линий. Ну, будем надеяться, что как-то в биосфере будут приспосабливаться все живые существа. Потому, что это и есть тот фактор естественного отбора. А может, загубленные человеком они были раньше. Я, кстати, в тему будет сказано, но не по клещу, а по по наземе. Нашли, столкнулись с одной дикой породой, не породой, вернее, а с дикой, с дикими пчелами, устойчивыми к наземе, к наземе апис. Определили, что фермент каталаза в ректальной железе имеет высокую антибактериальную такую способность. Потому, что оказалось, что каталаза, фермент каталаза, расщепляющий перекись водорода, ну, для того, чтобы пчелу не разорвало от вздутия за зиму, она накапливает в кишечнике до 40 миллиграмм каловых масс. Существует природно, так, эволюционно фермент каталаза. Но определили, что кроме этого свойства расщеплять перекись водорода, этот фермент еще обладает и такими антибактериальными, антисептическими свойствами. Тормозит размножение наземы. И она прекрасна в природе, эта пчела в диком виде существует, без вмешательства человека. Может, потому и существует. Так, слушаем дальше. Видите, какие информации серьезные сегодня по селекции. селекционеров гадирского института по поводу толерантности толерантности клеща. Так вот, они мне говорили, что этим не занимаются, а они разговаривали с другими людьми, которые занимаются этим. Так вот, такой результат их ошарашил. они действительно не терпят клеща или сбрасывают, в общем, у них клеща практически нет. Но заметили, что эти семьи очень упали в товарном меде. вот, казалось бы, одно они приобрели, а другое упустили. Вот такая информация. Хорошо, хочу сказать, может быть, две три идеи. Да, как мы уже тут говорим, люди чего-то не должны ожидать, что какая-то чудо-пчела, которая будет и мёд соскать, и клеща грызть. Обычно эти вещи взаимоиспечаемы. По крайней мере, в какой-то степени, правда? А вот у меня сейчас, прямо сейчас сидит Улей с маткой, которую я тестирую. Она сидит на четырёх рамочках, окей? И всё лето, я купил её в июне месяце, она, у этой матки есть немножко в ней русская генетика, но она также какая-то одичавшая по местной линии. Я вот взял у этого товарища из мёвки, и я ему даже прокомментировал, это была не жалоба, это был комментарий, я сказал, он спросил меня через месяц, как твоя матка? Я говорю, так себе, а что? Семья слабенькая, и расплод в этой семье плохого качества. то есть, вот, нет такого хорошего плотного расхода, а он весь дырявый, и матка-то молодая, заметьте, да, она вот, буквально этого года. и я говорю, нет, нет, ничего, это не важно, я вот мне дочек вывел, они там немножко получше как бы сидят, но в чём идея-то? я говорю, ты знаешь, говорю, ты не переживай, не важно, чтобы они просто, во-первых, выжили, и во-вторых, креща было мало, понимаешь? А то, что вот расплод плохой, это один из индикаторов, когда эта конкретно матка, пчела, это конкретно от этой матки, она, я думаю, агрессивно чистит расплод. Я взял матку, и насыпал ей туда, например, нуклеус из другой семьи, такой, совершенно нетолерантный, они у меня уже сдохнут клеща, без обработок. Насыпал там нуклеус молодой пчелы с этой маткой, и всё, они жили с июня месяцем. И семья толком даже не выросла. Но, я провёл, я считаю клеща, и очень сильно рекомендую научиться считать клеща, заклещёванность. Так вот, я провёл в конце сентября стандартную заклещёванность по всем своим ульям, а некоторые были ужасны, и я даже с ними не заморачивался, мне такие пчелы просто не нужны. Некоторые пчёлы были хорошие. Так вот, данная конкретная семья без каких-либо обработок, заклещёванность этой семьи была где-то между двумя и трех процентами. Это очень хорошая, низкая заклещёванность, без каких-либо обработок, заметьте. Так вот, один из факторов был, что у этой семьи вот расплод был явно плохой. почему? Потому что, я подозреваю, это был один из факторов, они просто выгрызали заклещёванных леченок. Какой итог? Семья слабая, она пошла в зиму слабая, но меня это устраивает, потому что я пытаюсь заниматься какой-то селекцией, понимаете, да, я мёда от них не ожидаю. Вот что я хотел сказать. Поэтому это важно. Это важно. И для тех, кто интересуется вопросом, я подчёркиваю, хорошо научиться подсчитывать заклещёвание в ваших семьях и на этой основе пытаться выводить ваших местных каких-то там более толерантных пчёл, более толерантные линии, скажем так. То есть, если семьи явно мало клеща каким-то непонятным образом, это стоит обратить внимание, может быть, пытаться выращивать эту линию, понимаете. А русские это пчёлы или не русские, везде на листах какие-то популяции начнут образовываться, если дать им шанс. Но если вы не следите за заклещёванностью как за фактором, а за этим нужно следить. Так же, как там за мёдом кому-то нужно, или там качество расплода, но низкий уровень заклещёванности каким-то непонятным, но натуральным путём это фактор, за которым нужно следить и пытаться это культивировать вот на вашей пасеке. Вот всё, что, пожалуй, я хочу сказать. Так что, если ещё будут вопросы, я послушаю, а потом потихонечку мне пора уже бежать утеплять в чём, ими. Ну, вот пока пауза. Грек, у меня вопрос к вам. Каким способом вы подсчитываете заклещёванность семьи? Поделитесь, может быть, что-то будет для нас новое? Хорошо, да. Ну, существует два стандартных способа подсчёта. Спиртовый и сахарный. Кроме этого, некоторые пытаются подсовывать плёночки подулей, присматривать, но это ненадёжно. Я бы не рекомендовал этим заниматься. Это просто показывает, что да, у вас клеща очень много, или его мало, или после обработки насыпался. Но это не подсчёт клеща. Я персонально пользуюсь сахарным методом подсчёта клеща. Почему? Потому что пчёлы не дохнут. Хотя спиртовый способ подсчёт клеща более аккуратен. Но пчёлы дохнут, понимаете? И там и тут в обоих сахарных это слово сахарная пудра. И спиртовый. При сахарной методе вы набираете примерно 300 пчёл. 300 пчёл – это примерно стакан. Поэтому можно не заморачиваясь примерно взять стакан, а можно набросать по 300 пчёл, взять меточку на стакане, например. У меня так и диаметр. И например набираете стакан пчёлы. Молодой стакан пчёлы с расходных рамок. Потому что именно там наибольшая репрезентация клеща. Вываливаете это в баночку с зарешеченной крышкой. Насыпаете туда ложку сахарной пудры. Хорошенько перемешиваете пчёлу с сахарной пудрой. потом через эту зарешеченную крышечку трящёте, короче говоря. размер все-таки такого, что плещ и пудра вываливаются на тарелку, а пчела остаются в баночку. Ну это нужно поработать две-три минуты, так сказать, хорошенько. На ютубе есть ссылки, даже русскоязычные люди делают, но это в Америке стандартный способ. Ну и, так сказать, и потом у вас на тарелочке, так сказать, высыпая сахарная пудра с перемешанным клещом, побрызгайте в водички, чтобы сахар растворился и клеща лучше видно. Когда эту смесь не растворить, клещ весь перемешан с сахаром, и его плохо видно. Когда сахар растворился, клеща очень легко считать. Так вот, это сахарный способ. Сколько пчела, сколько плеща на 300 пчел, примерно. Это дает вам, так сказать, вы потом делите на 3, это ваш процент. Примерно также работает спиртовый способ, когда вы набираете 300 пчел ориентировочно, вываливаете их в баночку со спиртом, пчелы быстро дохнут, и клещ тоже быстро дохнет. Потом нужно все только взболтать, взболтать, и доктор клещ осыпает с пчелы на дно баночки. Опять же, стандартный способ в Америке, и на ютубе, я думаю, что есть куча ссылок, если вам нужно, но потом, может быть, я подброшу ссылки Владимиру, повесим на ютубе в комментариях, можно это взять. Короче говоря, ну вот, спиртовый подход более аккуратный, сахарный подход менее аккуратный, ну там, не знаю, плюс-минус 2-3 процента, понимаете, мне это не так хитично. если вы делаете науку, там пишите статьи, вам, наверное, спиртовый способ подойдет, мне пчел жалко. И мне просто нужно знать, если у меня 3 процента, ну там плюс-минус, я думаю, это хорошо, потому что в плохих семьях бывает 20 процентов, это уже все. 10 процентов, это уже как бы на границе. Ну вот 3-5 процента, это нормально. 3-5 процента заклещенности пчел можно не вырабатывать. Особенно, если пчелы добились каким-то чудесным образом, я это вижу своими глазами, а заклещенности на уровне 3-5 процентов или лучше, это супер. Вот эту матку можно держать для дальнейшего, так сказать, отбора устойчивых пчел. Вот, например, в этом сезоне у меня было 15 семей, а 3 уже, кажется, погибло. Ну я там сбросил 2-3, они все равно погибли. Короче, было 4 или 5, низкозаклещеванных семей, причем, что самая лучшая как раз матка, которую я купил, ее дочери, а потом еще 2-3 семей тоже низкозаклещеванные, а это были какие-то дикие раи, я не понял, откуда они пришли, их поймал, я их просто держу, наблюдаю. потом 3-4 семьи такие в районе 10-15 процентов это уже как бы могут выжить, могут, нет. И самые ужасные доходы, 25 процентов запрещенности, ну это как бы, такая пчела мне вообще не нужна. То есть, я их просто закрыл там, они сдохли, я мед забрал и ладно, это я мед таким образом собираю. негодная пчела, отдохнет, тебе мед все забирай, а хорошая пчела, так сказать, их даже не трогай. Ну короче, вот, я что описал, я описал, сахарные, так сказать, пересыпки и алкогольный метод. Вот это два основных стандартных способа, которые можно использовать. Вот пока все, ставлю паузу. Да, Грек, спасибо огромное. Я хотел уточнить еще немножко по поводу этих методов, если вы их проводите, как часто вы их проводите, и какой рост заклещенность у вас был максимальный для пчел. Вот скажем так, одна семья у вас, допустим, прирост был в месяц там 5%, или 2%, или там где за 3 месяца было 5%, или одна семья был процентов, у нее было 2% заклещенности, а через 2 месяца стало, например, 25%. Вот примеры, если их можно приведите для понимания, как, ну максимальный, конечно, как быстро может быть клещ расти. Спасибо. Ну, скажу, я тоже студент, я вот всему этому учусь, поэтому я не буду предприняться, что я эксперт, я, по сути говоря, всему этому учусь. и к необходимости подсчета клеща я сам пришел недавно, раньше я пытался это более, так сказать, топорным способом, ну сдохли и сдохли, а те, что не сдохли, значит хороши. Это неправильный подход, потому что существует масса других факторов, почему сдохли, почему не сдохли, понимаете. поэтому я буквально пришел, и меня свои коллеги уже давно говорили, считать клеща, и в этом году я решил заделать. Поэтому в этом году я привел всего лишь одну сессию подсчета клеща, это было в конце сентября, все, больше не считал. И почему? Мне, в общем-то, мне просто нужно знать для себя из моих 15 семей сколько, какие семьи, какой статус вообще, понимаете. Потому что у меня есть линия, которую я, так сказать, от нее ожидаю, что сдохлищенность будет низкой. И она, в общем-то, подтвердила себя, что без каких-либо обработок сдохлищенность в конце сентября была низкой, а в конце сентября это самое критичное время. Если у вас в конце сентября клеща мало, то много его уже не будет. А если в конце сентября у вас клеща много, ну, значит, эта семья не жилец. Что касается роста, трудно сказать, скажу так, клещ, если семью не обрабатывать в течение всего сезона, растет экспотенциально. То есть, примерно, если у вас в мае, июне будет 0,1,2%, то у вас очень вероятно, что в августе-сентябре будет 10%. Чисто без каких-либо посторонних факторов. Особенно в условиях, если пчела совершенно не чешется и совершенно не толерантны. Окей. Если пчела толерантна к какой-то степени, а устойчива к клещу, то если у вас в мае, в июне 1-2%, то пчела может своим путем задавить клеща, так что у вас в августе-сентябре будет, ну, может быть, 5-6%. И это уже хорошо. Первое. Во-вторых, не забываем, что существует фактор переноса клеща из семи в семью. Особенно в условиях, когда у вас пасека скучная. У меня, персональная, у меня 7 тачков. У меня 7 тачков. И на 7 тачках у меня 15 в семи. Представляете? То есть на каждом тачке у меня буквально 1-2 семи. Почему так? Потому что я не могу езжать много пчел на заднем дворе. Я в пригороде живу. Во-вторых, чисто потому что это как бы часть эксперимента. А я хочу посмотреть, как пчелы реагируют на... Я, в общем, убрал фактор скученности. Понимаете? Но, к сожалению, пчел в округе полно. И поэтому они все равно, пчелы воруют друг у друга мёд. Если у кого-то где-то семья рухнула в августе или сентябре, и она закрещенная, к сожалению, мои самые хорошие пчелы пойдут, найдут эту семью, ограбят её и питают себе волей всех пищей. И это проблема. С этой проблемой очень трудно бороться, к сожалению, Влад. Ну, надеюсь, я немножко ответил на ваш вопрос. Я постарался. Да, интересный вопрос. Добрый вечер. Алексей Беларусь на связи. Грей, можно у вас спросить. Вот мы говорим, значит, толерантные пчелы, то есть вороустойчивые, да? Если признак этот существует, мы, как бы, естественный отбор, да? Почему? Мы возьмём природу человека, это животное, просто он стоит на вершине. А в мире происходит, скажем, неестественный отбор. Положим, если ласточки живут где-то у дороги и длительное время, то они поселяются под мостами, соответственно, их крылышки начинают укорачиваться. Это уже учёными просчитано, то есть чтобы ласточки были более увертывались от машин, от движения. Так, если взять города, то тот же сокол, назову его ястреб, они понимают это как горы принимают и тоже уже селятся, да? Возьмём тех же крыс. Крыс раньше оттавы они переносили, скажем, не переносили, а сейчас они переносят, желудочный тракт перестраивается и они неестественным образом уже вот ваше ведение именно, как вы считаете, это естественный и неестественный отбор. И второй момент, тогда если это неестественный отбор, то борьба просто именно с клещом может помогать и на применение, как же их, назову условно клеточек, то есть ограничение маточек, то есть вот ограничение маточки от работы, это же есть неестественный такой пример, то есть вот это естественно или неестественно. Я бы сказал своего мнения, но если не имеешь своего мнения, то это поражаешься тогда как ваше мнение. Я к чему? Что возможно, и не наоборот, а пчел на схеме. Я сама научился, есть способ бороться с клещами, но не заблуждение, а они работают над этим, там выводят пчел, ВСЭЧ и так далее. А ведь все же это присутствие от природы. Скажите, пожалуйста, извиняюсь, что не умею формировать кратко. Связь была не очень хорошая, я по-моему не расслышал почему-то. Хорошо, я немножко поговорю, как я вижу проблему из того, что я понял. Ну короче говоря, натурально естественно сбор он всегда происходит, верно? А как бы это дано. Проблема в том, что занимает очень много времени, то есть это реально занимает время. Но не забываем, что в отличие от ласточек и ястребов, пчела, жизненный цикл пчел намного быстрее происходит. То есть в условиях насекомого пчелы, то есть какие-то факторы, которые влияют на ее поведение, принимают явную форму быстрее. это раз. Во-вторых, не обязательно, материала много, и мы не можем тут вот как-то все это обсосать сейчас. Ну в общем, происходит какая-то там, там много процессов. Вот я процесс скажу, многофакторный опять же. многофакторный процесс. И я персонально не совсем готов так сидеть и ждать, когда будут какие-то там естественные изменения. Я к тому времени уже, не знаю, сыграю в ящик, как говорится. Жизнь бесконечна, верно? В то же время, пчеле, насекомое, пчеле уже заложены какие-то, к нашему, нам везет. К счастью, дальневосточная пчела, в дальневосточной пчеле, она находится в данных условиях уже лет сто. То есть первоначально дальневосточную пчелу завезли туда. Там не было пчел, недоносных. Примерно 200 лет назад. И еще, это первые, задокументированные факты, я тут читал историю. И в советское время тоже завозили пчел, на Дальний Восток. То есть там целая каша. Там каша, как не хуже, чем в Соединенных Штатах Америки. У нас тут тоже каша. На Дальний Восток завезли среднерусскую, украинскую, итальянскую завезли там тоже, а кавказскую. И мы сами не знаем, что там еще завезли, потому что никто не отчитывается, каждый раз, когда они там все завозят. Но факт-то в том, что за эти 50-100-50 лет популяция дальневосточной пчелы уже подвергалась нашествию клеща. Они в какой-то момент стали взаимодействовать, отчасти жить вместе. Так вот, за эти 50-100 лет, а это короткое время, за этим, произошел какой-то довольно быстрый отбор. И опять же, 50-100 лет назад никто не занимался обработкой пчел. Обработка пчел медикаментами это примерно последние 50 лет. может быть, 60, и я не проявил точно. До этого никто не занимался. Была какая-то зоотехнология, и ничего не было вообще. То есть, пчела была сама по себе. И что-то, какие-то, какие-то определенные навыки, и какие-то определенные героические, ее свойства, стали проявляться уже вполне натуральным путем. Вот. Таким образом, нам нужно вернемся к этой приморской пчеле в России, на Украине в частности. Особенно, вам не нужно везти пчелу через таможню и прочее. У вас там вылезли маток с Дальнего Востока. Все, делов-то. Есть такие огромные возможности, так сказать, изучить вопрос, и протестировать эту пчелу в ваших конкретных условиях, и использовать то, что уже за вас сделано. Понимаете? можно на месте с нуля выводить какую-то местную свою популяцию пчелы, и это займет очень много времени и ресурсов, и как бы много пчелы погибнет. Много пчелы просто погибнет. Но на Дальнем Востоке работа была уже проделана за вас. Уже вот эти 50-100 лет они уже проделаны, поэтому нужно вот этим ресурсом пользоваться. Вот я к чему клоню. А в США, так сказать, это поняли 30 лет назад, и вот сейчас процесс идет, а вот в России к сожалению моему огромному сама идея даже почему-то неизвестна. Вот почему я понял этот вопрос и стараюсь как бы немножко развить, потому что, как бы, ребята, у вас там на самом деле есть доступ к этой огромной информации и к пчеле, которую, по крайней мере, надо испытать для своих конкретных условий. я послал Владимиру парочку ссылок уже поимел и тут в комментариях, что есть, по крайней мере, одного товарища я нашел на ютубе, который занимается этим конкретно, вот прямо сейчас в Подмосковье. И я рекомендую его послушать и узнать его конкретное мнение. Ну, вот пока все. Я не знаю, что я еще могу сказать. Ну, ставлю на паузу. Я еще побуду на пять-десять здесь, но пора мне тоже, как бы, бежать тёпких начать уже утеплять. Ну, что декабрь на дворе. Так что слушаю еще чуть-чуть. Владимир Егорыч, я вот заметил, смотрел, когда Игорь Мотковода, он там сказал, у него там, ну, у вас где-то он это, в Карпатах, там держит, занимается мотководством, у него несколько качков, и где-то около трехсот семей. Когда он смотрел на заклещёванность, и вот он заметил, и сказал, в ульях, которые стоят крайние, например, пчёлы летят, ну, в сторону юга, и когда возвращаются, первые ульи при возврате всегда семьи более заклещёванные, и он объясняет это тем, что пчела уже ослабленная, которая с клещём старается залететь в эти первые ну, ульи, поэтому заклещёванность надо смотреть по всей пасеке, а то можно взять крайние, и там будет большая заклещёванность. Я извиняюсь, пока Грег не ушёл, Грег, мне к вам просьба будет, вы не могли бы скимывать вот сюда в этот чат, вот на этот канал, ссылочки по видео под дальневосточной пчели, тема очень интересная, вы меня поразили информацию, я, кстати, по ней почему-то ничего не слышу, хотя я живу, ну, в Сибири, только не восточной, а западной, был бы вам очень благодарен. Так, дошла до меня очередь наконец-то. В общем, насчёт сброса ссылок, я думаю, Грег услышал, он и сам предложил, либо в комментарии будет, найдём, в общем, как распространить информацию, которая будет поступать. Теперь насчёт крайних ульей по заклещённости. Конечно, заметил однозначно, не знаю причина, в чём, тоже искал, где либо ослабленная пчела, но то, что крайние, больше заклещённые, это факт. И, что интересно, не обязательно они стоят крайние на перелёте. Тем более, непонятно, почему, но от сезона к сезону я наблюдаю именно эту картину, что крайние семьи, вот у меня, кстати, это ближе к тени, вот в тени, там, полисанничек такой, ближе к дуплянкам, вот эти семьи, почему-то всегда отличаются по заклещённости. Пока ещё для меня это загадка. А то, что вся проблема заклещённости у нас индивидуально на нашей пасеке, и заниматься нужно санитарными нормами, профилактикой, именно на своей пасеке, не выборочно, а сразу по всем семьям. Пускай там чуть больше, чуть меньше, какая разница. Вся проблема заклещённости, распространение перезаражения будет непосредственно на нашей пасеке. где-то там, куда-то пчёлы летают, на цветочках, может, найдут. Это абсолютно не то перезаражение будет по сравнению с тем, когда всё в одном соку варятся они. Теперь насчёт селекции. Беларусь, да, обратите внимание на связь, как-то, не знаю, с чем связано, но связь была, как через слово, было слышно и понятно. Но то, что камень мой огород, я расслышал и понял. Насчёт селекции изолятор противоприродное явление и то, что изолятор может препятствовать естественному отбору. Так вот, смотрите, из всех достоинств, которые наблюдаются в теме изоляции маток в этой технологии, самое главное достоинство, я постоянно о нём говорю и подчёркиваю, во всех книгах пишу, самое главное достоинство изоляции маток, это то, что является уникальным инструментом селекции. И кто знакомился с моей литературой, об этом читали. Почему? Потому что матка со слабой физиологией или со скрытой патологией, которую мы не можем знать и видеть в изоляторе, в замкнутом пространстве, не выживает. Это наблюдается, может наблюдаться и в середине лета, или в конце лета, когда я закрываю, даже молодые матки, казалось бы, ну, что там, ну всё, физиология там, крепкая, ничего подобного. Если там какая-то проблема, либо закладывают маточники свищевые, значит, уже настороженно уже пчеловоду держать, эту семью, значит, что-то не так, потому что, когда мы заключаем матку в изолятор, мы создаём ситуацию искусственной смены. Вещество, оно перестаёт распространять массово по рамкам, пчёлы её ограниченно слизывают, остаётся способ восприятия матки только через запах феромона. А феромон, его активность напрямую связана с активностью яичников. Так что, изоляция маток как раз и есть тем фактором естественного отбора, которого мы лишили на своих товарных пасеках. У нас может работать семья, матка там еле-еле какая, такая, мы не получим от неё товар, но она может нам удачно перепортить труднёвый генофонд и постоянно подпитывать вот эти семьи слабые, постоянно будут подпитывать нам труднёвый генофонд вот этим негативом. Поэтому, изоляция маток никак не вредит естественному отбору, а наоборот. Плюс зимой какая-то часть ещё маток пропадает. И вот спрашивают, какое количество маток я сохраняю старых. Те матки, которые две зимы перезимовали в изоляторах, а таких бывает на пасеке процентов 10 максимум, старых маток. Когда я делаю отводок на старый, затем отводок из отводка, 80-90 процентов меняют в этих уже вторичных отводках, а те остаются и перезимовывают вторую зиму. Вот это как раз и является на моей пасеке в моей теме аборигенной селекции племенным ядром. Ну, это так просто как ремарка к тому, что что является природно, что неприродно. Если мы сейчас возьмём за неприродность на наших пасеках, куда ни глянь, у нас всё неприродное, начиная от улик, окончая медогонкой. И аппетитами пчеловода как качать? Излишки забирать самому или излишки оставлять семьям? Так, если есть ещё вопросы, значит, пожалуйста, имеется в виду камье. Может, если Грек не ушёл, задайте ему. Вот, я только что я слушал тут Владимира и буквально на другом моём экране быстро вытащил статью. Можете посмотреть, открыть на всех компьютерах. Это хорошая демонстрация признаков клеща, которые соскребли себя пчёлы. То есть, вернусь к этой теме, что действительно, трудности предположить, как пчела может поймать клеща. Но, видео это заснять почти невозможно, но если, так сказать, заниматься мониторингом, регулярно собирать и осматривать клещей, под лупой и так далее, то в семьях, которые имеют тенденцию к клещеконтролю, как дальнего пчела, например, то подобные вещи, где вы найдёте повреждённых клещей, будут фактом. А вот в семьях, которые не занимаются самоочисткой, вот такого не будет. я по своей, так сказать, по своему хобби я ловлю раи, и у меня всегда имеется набор очень разных пчёл. У меня есть итальянские пчёлы, у меня есть какие-то непонятные пчёлы, карников всегда есть, и чёрт-те что у меня есть. И все пчёлы ведут себя по-разному. Так вот, а причём куча завозных пчёл, основные раи, кстати говоря, они есть завозные, я вот на этом держу, как сказать, свой бизнес, на пойманных раёв в основном не завозных пчёл. Так, многие пчёлы, они, когда у вас набор большой пчелы на пасеке, вы начнете замечать, что поведение совершенно разное. и у меня есть совершенно карник итальянка, ну, с ним можно работать без початок, без сетки, ну, совершенно они не агрессивные, а есть несколько семей, которые вот именно из этих вот, каких-то там, русско-одичащих, каких-то непонятных семей, к ним без сетки не ходи, они ведут себя более агрессивно, они, как бы я сказал, более чуткие и бодрые, и прививаются к вам, понимаете, да? они, и вот именно в таких семьях, такое у меня субъективное мнение, что они более, как бы, о них, о них нюх лучше, скажу по-простому, они, вот как раз в этих семьях, я, это более живучие семьи, окей, это может быть, с ними труднее работать, это факт, но вот именно вот эти вот тенденции, где труднее работать, это целые более такие, чуткие, агрессивные, принюхиваются, дают вам буквами 10 минут, чтобы поработать фуле, после этого они начинают уже постепенно терять терпение с вами, это обычно признак такой семьи, которая, возможно, не имеет какие-то противоклещевые инстинкты. И вот на этих картинках, которые, вот посмотрите, это примерно то, что можно ожидать. Как это происходит, как это работает, я не знаю, но факт налицо, то есть люди, кто реально занимаются и получают зарплату вот за подобные статьи, они этим занимаются. это вот демонстрация того, что происходит. Поэтому, вот, ну, все, что я, в общем-то, хотел сказать. Наверное, я буду не заканчивать, друзья. Было интересно поболтать. Можно еще, если будут комментарии, какие-то вопросы или что, я, может быть, отвечу потом в этих комментариях после Ютуба. Владимир всегда вывешивает эти передачи на Ютуб, что очень здорово, кстати. Я вот сижу и слушаю иногда, даже на работе, тихонечко себе, вот. Это здорово. Приятно было пообщаться. Ну, в общем, ладно, побежал я. У меня полдня еще осталось впереди, у вас уже поздно. Всего-всем хорошего. Ну, надеюсь, что до свидания. Пока. Да, Греб, большое спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Было очень интересно. Надеемся на то, что не последний раз встречаемся в эфире. Всего доброго. Так. Ну, я подведу итоги сегодняшнего нашего зелообщения. Насчет диагностики клеща. Вот была затронута тема. Я до сих пор не пойму, как можно получить такой вот полноценный результат, результат качественный. при диагностике, ну, берем, допустим, гнездо и с каждой рамки какое-то количество определенного пчел, стакан там, чашечку собираем и варим или спиртом, или не знаю, чем там их. При наличии печатного расплода. Какая может, какой может быть показатель заклещенности, если в семье есть печатный расплод, зная, что там основная масса клеща до 90% в печатном расплоде. Как бы мы не умножали, затем, говорят, берешь эту пчелу, собираешь по рамкам в конце, после главного медосбора и определяешь заклещенность и умножаешь там на какое-то число. На какое число нужно умножать? Кто может знать, какое там количество клеща молодых самок, если на пчелах взрослых там уже остались и находятся на поверхности те самки, которые уже доживают. И их небольшое количество, я так думаю, не может дать полноценного анализа вот такой вот метод диагностики. Если вы скажете, что в конце сезона делать такую диагностику заклещенности в отсутствии расплода, так пока мы дождемся проводить эту диагностику в безрасплодном периоде осенью, там можно только ОС диагностировать, потому что там больше никого не останется, семьи послетают. Как делаю я диагностику, если кому интересно? Весной, в препарате уже говорил, щавелевая кислота. Весной выпускаю маток, расплода нет. По диагонали прошел со щавелевой кислотой пять, семь семей, выборочно. Смотрю на степень заклещенности. Если упало небольшое количество, делает точно такой же небольшой выбор, небольшую группу, обрабатываю через неделю. Я перед этим говорю, что клещ не спешит выскакивать из-под пергитов, когда нет еще личинок перед запечатыванием, когда нет расплода. Он там сидит долго и уверенно. И если заклещенность небольшая, то я не мучаю пчел. Правильно Грек сказал, что для обработки химически и щавелевая кислота тоже не повидло для пчелы. Оно в какой-то степени является и инсектицидом, хоть это и органика. Я не травлю пчел. Затем идет уже второй этап, снятие титра заклещенности, строительная рамка. И точно такая же диагностика и осенью проходит. В августе, в конце июля, в августе закрываю маток в изолятор, в конце июля, начале августа, в конце августа уже нет пчел. Обрабатывать точно так же, по диагонали. Если упало 3-5 клещей, все, я пасеку не трогаю. Я не трогаю пчел. И, конечно, 5% заклещенности, но это много. Я не допускаю 1% никогда. Одного. И у меня еще в безрасплодном периоде, когда закрываю маток в конце июля, и в середине августа стоит жара на улице. На улице стоит жара. 30 градусов в тени и больше. В семье нет расплода. Нет необходимости удерживать влажность 75-80%, как это при расплоде. Ту влажность, при которой себя чувствует комфортно и сам коваро. Весь клещ находится на поверхности. Открытого меда тоже мизер. Влажность минимальна. Ну, минимально относительно. Но меньше, чем влажность, какая она была бы при расплоде. Клещ начинает терять влагу собственного тела. Если он на 10% ее теряет, то в него сокращается, ухудшается питание на 50%. Ухудшается питание. И у него нарушается осматическое давление. И при соске не работает. Он покидает своего хозяина пчелу и падает на днище. Я случайно на это обратил внимание однажды. Потому что клещ был в трутневом расплоде. Затем смотрю, обработку еще не проводил. А на днище, после очередной ревизии, смотрю, клещ лежит. Погибший. Думаю, как он мог, откуда. А если у клеща влага собственного тела теряется на 15%, он моментально погибает. Вот вам вся диагностика. И на конец августа, перед тем, как обрабатывать, я по диагонали точно так же с чайной кислотой прошел с от двухпроцентным раствором. Упало 3-5 клещей. Я семью, я пасеку не трогаю. Вот вам вся диагностика и вся схема обработки. Один препарат. Акарицидный, щавелевая кислота, водный раствор 2%. Так, если ко мне вопросы есть, пожалуйста, задавайте. И будем прощаться. Ох, извиняюсь, поторопился нажать. Извините, пожалуйста. Владимир Егорович, а такой вопрос. Вот у людей бывает биологический сбой, я имею в виду по времени. То есть есть совы, которые засыпают поздно. То есть для них применяют оранжевый цвет. В оранжевом цвете они должны все видеть перед сном. А жаворонки те синий цвет. Вот бывает ли биологический сбой у пчелок? И если он бывает, так вот именно ограничение маточек не является ли это как бы упорядочиванием и восстановлением именно биологического этого сбоя? Вот что вы думаете на этот предмет? И вообще, можно ли биологический сбой каким-то образом перенести на пчелок? Ну это, наверное, для меня серьезная наука. Ума не хватит как-то даже прокомментировать, не то чтобы ответить вам достойно. Может и есть, конечно. Я сейчас не совсем в тему скажу, но человек, вот часто по радио передают предупредительные такие вот бывают передачи о магнитных бурях. И метеозависимые реагируют на эти магнитные бури люди. Не может не реагировать на магнитные бури и все окружающее нас животное, весь этот животный мир. В том числе и пчела как-то, конечно, реагируют. Сейчас солнечная активность намного стала выше. Намного выше. Раньше мы знали слово ультрафиолет только один. Сейчас их три появилось. Один полезный для фотосинтеза в листьях, два вредных. Я на пасеке каждый день стою, маточным малышком занимаюсь. Ну, солнце не светит, а просто как тебе паяльную лампу в спину направили и смарить. И даже в амшаниках, я услышал от некоторых пчеловодов, выносят из амшаника уже при наличии расплона, чего раньше не наблюдали. Если мы сидим в комнате, даже в подвальном помещении, по телефону сотовому общаемся, без проблем пробивают стены метровые бетонные плиты, то представьте, как могут эти магнитные поля пробивать 40-мм доску улья. А у пчелы есть природный магнитный кристалл. И магнитное поле солнечной активности может очень легко на пчелу влиять. И какие-то магнитные бури, возможно, и точно так же влияют и на пчелу. Как она может перестраиваться, перестраивается ли, будет ли перестраиваться. Конечно, пройдут миллионы лет, будет меняться климат, будет меняться растительность, будет меняться животный мир, переселяться будет животный мир, менять территории. мы это в другой жизни затем будем констатировать и проведем зелые обсуды а так я вообще конечно на такую серьезную науку не рискну вам что-то ответить но перемены налицо те кто занимается уже 30-40 лет в пчеловодстве знают как это было в 80-е, 70-е, 80-е годы и как это в 2020 году провести сравнение от климата, от зим от конвейера по медосбору и по всему, по силе семей по болезням вирусов сейчас навалилось на пчелу тоже полно так что нам остается только приспосабливаться все, сильные семьи повторюсь как святое сильная семья спасение может это как переходный период когда там найдутся или появятся они отселекционируются или как-то не знаю каким образом будут толерантны к чему климатическим изменениям к паразитам к вирусам не думаю ну как-то приспосабливаться будем все под нашим контролем пока мы живы пока будут жить пчелы или наоборот так слушай еще есть у кого желание что спросить Владимир Егорович значит я смотрел прогноз погоды и ведущий значит сказал что завтра будет очень сильно магнитная буря и на следующий день в больницу пришли на 20% клиентов больше хотя в этот день магнитной бури не было когда он сказал что завтра не будет магнитной бури то на 20% меньше пришло в больницу людей а на самом деле была сильная магнитная бури я к чему это говорю так же про этих пчел которые удаляют это просто всемирная как говорится реклама наших матководов извините нет вы не Владимир наверное как Беларусь вас вообще практически не слышно как-то где-то или или станьте в другом месте но плохо так глотайте глотайте слова извиняюсь то есть я к чему что вы совершенно верно подметили что реагируют они на магнитные поля а именно учеными американскими учеными произведены исследования то есть у пчелки обнаружили пьезоэлемент условно его назовем это графит а графит имеет свойство именно сжиматься если мы механически начнем надавливать его ну там в мили в мили то он излучает механическая энергия превращается в электрическую энергию вот таким образом пчелки они реагируют то есть вот я полностью с вами согласен но я хотел в целом как бы донести свой вопрос до вас просто предположение такое что пчелки со временем конечно им сейчас это нужна помощь по борьбе с клещом а со временем может и на генном уровне вот именно появится этот как бы это абстрактно назовем борьба с клещом они самоочищаться как бы предположение такое что в будущем должны бы и сами просто в этот момент кульмиционный момент что вот именно не нашли мы таких эффективных вернее не то что эффективных средств да правильно что самоизоляция маточки нет не изоляция маточки это как инструмент а вот именно создавать безрасплодный период еще вот хотелось бы мнение ваше выслушать может это все же такой комбинационный пункт а со временем там лет через 20 там 50 в самое ближайшее время пчелки все же будут сами заниматься бороться с клещом извиняюсь что несколько может и абстрактные вопросы но хотелось бы услышать ваше мнение Владимир Егорович в общем я всегда много познавательного вы даете всегда с интересом слушаю ваше выступление я сейчас пришла а вы вот фильм гайдая кавказская пленница а вы свою шерсть с государственной не путайте так вот я вам скажу коммерческое пчеловодство и природное трудно сейчас опоставить потому что в природе пчелы до сих пор живут и клеща там полно но с клещом они борются абсолютно естественным способом этот способ называется раение вылетает три рая с небольшим количеством клеща с небольшим находясь в пространстве при жаре там 45 градусов это как раз такая такая пора это имеется ввиду тропические зоны вот Индия та же Аргентина Бразилия вот эти все в жаркие жаркие страны там где по два даже по два раза семьи роятся там есть ворова но там нет воротоза и там пчелы не переживают не волнуются им некуда эволюционировать они давно приспособились а в нашем случае мы должны приспосабливаться и пчел приспосабливать теперь мы подключаем науку начинаем напрягать их давайте же нам ищите толерантные линии какие-то чтобы грызли там его или я не знаю за уши вытягивали с расплода выбрасывали мы его разводим этого клеща в природе он не разводится там с дупла вылетела семья три рая бросили этот весь клещ в расплоде испортила там налетели моль мыши не знаю уничтожили все клещ там и остался полетела какая-то часть клеща на этих взрослых особях она уже не составит той угрозы для зимовки а если они еще раз отроятся тем более пойдут заклещенностью 0,5 1 процент для зимовки откуда пошла фраза вороа есть а воротоза нет там в природе это у нас он есть там нет воротоза где пчелы живут в природе приспосабливаются и давно уже приспособились и миллионы лет так приспосабливаются что про этом происходит почему я всегда упоминаю изоляцией материнга никак не в природное но как у природы мы создаем безрасплодный период основной способ борьбы с клещом в природе безрасплодный период и кстати борьба со всеми болезнями абсолютно они бросают потенциальный источник перезаражения гнездо старое и все улетают на новое место чистого листа начинают новую жизнь с минимальной заклещенностью с небольшим количеством возбудителей тех же бацилюс ларвы бацилюс алвей но и там мизер который не понесли благодаря этому мизеру происходит иммунизация крепнет иммунитет фагоцитарная реакция гемолимфы и гуморальный химический иммунитет по вырабатыванию антител все вот она вам готовая физиология для полноценного существования в отсутствии человека самый страшный пока пока пчела не встретила вот этот двухногий вирус оммио сапиенс она прекрасно жила и до сих пор живет так что как бы нам не хотелось констатировать ну просто приспосабливаться включать логику здравый смысл чем мы можем сейчас и как мы можем сейчас пчеле помочь если мы подключили если мы подчинили ее к себе на службу как и весь этот домашний скот значит мы должны за ней ухаживать значит нужно создать технологически такие условия чтобы эта пчела минимально болела минимально с минимальным количеством химии вмешательства химии почему я говорю что пускай лучше будет две средние такие семейки но дадут товара как одна элитная семья но она не будет склонна к болезням хорошо перезимует толку с того что я взял элитную породу она у меня дала дала мне мед а в зиму опоносилась и на весну вышла никакая это бывает попадает южная потому что там вот этот фермент каталаза о котором я сегодня говорил он там слабо развитый где нет зимы вообще она там месяц полтора или два максимум и в условиях там где безоблетный период 5 месяцев конечно такие породы не сильно хорошо себя чувствуют ну трутневый генофонд они уже подпортили начинаем мы опять фильтровать в этой своей аборигенной теме выбирать лучший из лучших ну а по-другому не получится выступал на гугл мид я рассказывал с Израиля пчеловод ну как ты как ты можешь проводить держать чистую линию если привозят и в карманах и за пазухой откуда хочешь со всего земного шара и любых самые крутые какая самая крутая крутая самая та порода которая дает много меда все у нас единственный показатель это та которая дает много меда ну раз много меда вам надо пожалуйста вот вам и селекция у матководов соответственно под это много меда как она перезимует как не важно но раз уже такая тема пошла для тех конечно они применяются покупают постоянно маток питомники да будет нормально держаться эта тема коммерческая ну и дальше когда-то мы все равно к этой теме придем пакетное пчеловодство я все же его обкатаю на ваш суд потому что нам нужно с производителями пакетов тех кто производят товар заключать договор о сотрудничестве сейчас диктуют условия ситуация как раз в тему но это будет потом так давайте еще один вопрос раз уже мы раскачались к концу слушай еще добрый вечер пока все молчат ну вот я посмотрел фотографию лапки клеща ну не факт что это во время очистки пчелы их погрызли может там внутри улевые собаки их там покусали вот ну значит тема была такая толерантность сколько поколений людей может так сказать отойти до в мир иной пока пчела там толерантная станет это вообще как бы мне кажется фантастика вот мы в основном как бы давим на обработку химия вот я вот хотел Грегу вопрос задать есть ли какие-то институты которые изучают другие воздействия скажем электромагнитные магнитные какие-нибудь там высокочастотные импульсные воздействия чтобы как бы на пчелу постольку поскольку а чтобы клещ как бы реагировала осыпался и так далее Ну Грег видимо ушел я хочу спросить еще у вас Владимир Егорович на предмет двухматочного содержания то есть вот у меня семья одна а две маточки но в этих семьях клеща как правило больше но и меда они больше конечно приносят а в конце то есть хочу спросить у вас это мое неправильное вождение что клеща в дух маточном содержании у меня получается больше а это приемлемо для всех скажем так пасек с содержанием двухматочных либо это моя ошибка и ошибка в целом в технологии скажите пожалуйста я думаю тут логика сама напрашивается и сама дает ответ но больше расплода конечно будет больше клеща я не думаю что у вас на фоне полученного товара как-то это создает проблему или неприятные ощущения ну обработали на равных всю пасеку больше высыпалось ну больше зато по силе то семья пойдет больше если было две матки конечно пойдет больше все она компенсируется затем уже в зимующих пчелах так что я не вижу тут никаких никаких таких особых минусов двухматочного самое главное в общем картину вы рисуете где больше плюсов где больше минусов а насчет вот перед этим человек греку задавал вопрос но он уже ушел насчет науки какие там еще способы я не знаю мое мнение чем меньше наверное она будет сюда наука всовать тем дольше у нас сохранятся пчелы все будет в руках практиков смотреть применяться приспосабливаться потому что я пример провел как в природе без науки без ничего живу спокойно потому что там нет пчеловода раз мы подключили уже подчинили ее себе на службу значит теперь аккуратненько нужно так брать излишки а не оставлять пчелам излишки лишь бы как весна покажет весной выровняем все поэтому тут жадность в сторону а пчеловодой губит три фактора жадность безграмотность и лень одним словом называется это все жлобство вот как мы его приборкаем не надо никакой науки будет просто знать что пчела это живое существо нас кормящие и хочу попросить всех кто будет о пчеле говорить о потерях пчел пчелы не дохнут пожалуйста не употребляйте это слово пчелы не дохнут а тем более если по тупости пчеловода пчелы погибают дохнуть может клещ паразит и все то остальное а пчелы погибают так все ребята ну давайте еще один вопрос если есть Владимир Егорович Олег скажите пожалуйста правильно я думаю я этой весною хочу какие матки не в изоляторах вторую значит в конце февраля поставить на второй корпус ну вторую матку ну через сетку пока мелкую до облета пчел они обе семейки эти которые вы ставите семья на семью без изоляции или какая-то в изоляторе уточните да обе без изоляторов да без проблем а почему вы именно в феврале хотите до без облета да кстати это по-моему цебро тема он ставит до облета семья на семью и они сетка по-моему и они развивались вы вы прекрасно это все можете сделать и после облета весеннего почему после облета будет лучше облетелось облетелись пчелы на пасеке вы сразу промониторили силу вот когда они у вас зимуют вы не сможете определить какую вы можете слабое со слабое объединить сильную сильной а те останутся потом будете все равно перетасовывать рамки таскать по всей пасеке подсиливать там забирать вы весной они объединяются без проблем даже при наличии уже расплода если там будет расплод пускай это вас не смущает семьи будут находиться в пике взрыве роста там биология будет так их переть инстинкт накопления расплода выращивания потому что им нужно достигнуть кульминации и отроиться природно поэтому объединение идет вот эти первые 2-3 недели без проблем был расплод с конца зимы уже или нет в изоляции без изоляции вы весной после облета облетелась пасека увидели сразу промониторили самые сильные самые слабые вечером перенесли слабые на сильные прям с днища на крышки поставили пускай они снова полетают на следующий день там если будет летная погода какая-то часть идет там на старые места подсилит я сейчас показывал кстати ролик недавно выравнивание осенними слетами пчел когда я ставлю семья на семью объединяю выравнивание примерно в одну силу чтобы весной не было проблем больших они примерно были одинаковые и затем когда вы уже порасселяли их порасставляли по ульям вы на следующий день там или когда вас по свободе среди белого дня снимаете эту верхнюю семью снимаете крышку с нижней семьи укладываете на раму ну все что там есть снимаете укладываете разделительную решетку поддвигаете к одной стенке к теплой желательно к его восточной или как там будет нижнюю семью укладываете разделительную решетку и пленку и сверху без днища ставите эту семейку вторую вечером отворачиваете уголок от задней стенки постепенно объединяются они в течение недели можете там чуть больше сделать вечером но вечером отворачиваете уголок вечером отвернули они объединяются все убрали пленку и они у вас будут прекрасно работать в двухматочном режиме при наличии расплода небольшого который после зимы унаследовали по инерции пошел и интерес в двухматочном старте весной в том что они не роятся первые то есть успеваете вы еще подойти в рабочем сохранив рабочее состояние вот этого двухматочного дуэта на первоцветы на первый товарный мед очень важная ремарка как преимущество двухматочного развития весной такие уже бывают даже слабее в два раза одноматочные уже все пошли маточники или миски в крайнем случае начинают поглядывать на деревья а двухматочная идет и отводки старайтесь сделать на старых матках двухматочные даже если одна семья была с весны стартовала одна одиночка то отводок постарайтесь сделать и с одной семьи взяли матку отводок сделали и с другой семьи тоже матку и сделали сборный отводок на старых матках они точно так как весной принцип объединения и пойдут в развитие и они вам хорошую дадут подспорье по силе для вот этого безматочной семьи уже после акации это делается два зайца убиваете расхода не будет там можете обработать от клеща но это тема большая такая тема в двух словах не скажешь уже ежевремя так все ребята спасибо большое вам сегодня за общение активное участие в обсуждении модераторам большое спасибо за качественную связь всего доброго на связи до свидания